Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Красота тела была, красота волос, красота ногтей, кожи. 23 июня, день Тимофея, назван в честь святого священномученика Тимофея, епископа Прусского. В городе Прусси, находящемся близ горы Олимпийской, епископом был святой Тимофей, за чистоту своей жизни и святость, получивший от Бога дар чудотворения. Однажды умертвил он громадного змея, поселившегося в пещере под кипарисовым деревом и причинявшего большой вред животным и людям. Подарованно ему от Бога благодати, исцелял болезни, совершил много и других чудес. Старину этот день считали очень тяжелым днем. И все потому, что согласно народным наблюдениям, по земле начинали бродить духи. У древних славян в этот день отмечали праздник Агафена Купальница. С этого дня точно можно было купаться в открытых водоемах. Положительно воспринималось сегодня все, что было связано с баней и водой. В этот день повсеместно топили баню и заговаривали веники на весь год. После дня Ивана Купалы веники не заговаривали, считалось, что они и так целебны, как до этого дня. Обязательно парились в бане, используя различные лекарственные травы. Например, мяту пахучую, папоротник, полынь, ромашку и другие. Веники делали из самых различных деревьев, березы, дуба, ольхи, черемухи, липы, ивы, смородины, рябины, калины и других растений. А также для самых различных целей. Для парной в бане. Другими обрежали коров, которые недавно отелились. Веники, которые перебрасывали через головы и бросали на крыши бань, чтобы узнать свое будущее. Также заготавливали сегодня лекарственные травы. Приметы. Душная погода на восходе солнца к дождю. Если привиделись стаи ворон, то это к мору. Прям математическая задачка. С многими неизвестными. Вегетарианцем или нет? Во-первых, я, как это называется, лактовегетарианка, которая употребляет молочные продукты. Ага, хорошо, молочные продукты. То есть это уже рыбу обязательно. То есть раз, два раза в неделю я обязательно съедаю рыбу. Это просто вот как закон. А вот овощи и фруктов? Овощи и фруктов это уже по необходимости и по желанию. Вообще я ем то, что мне хочется. Вот что я хочу, это я ем. Так, и хорошо, процент, наверное, вы так не смогли определить. Я даже не знаю. Ну, примерно, наверное, 30-40. Наверное, 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 наверное. 30-40 примерно. Ну, можно назвать вас вегетарианкой. Спасибо. Потому что лактовегетарианка. Все это официально подтверждено. Я лактовегетарианка. Вот, хорошо. И еще такой вопрос. Вот, когда вы перешли на это питание, насколько улучшилось ваше внутреннее самочувствие? Больше энергии стало? И вы почувствовали, что, возможно, и меньше как-то косметики надо на лицо наносить? И как-то процессы старения замедлились? Вот что-нибудь в этом отношении скажете? И да. И когда вы себя чувствуете наиболее комфортно зимой или там летом? Много вопросов. Да, вопросов много, но, наверное, да, по порядку. И, естественно, я стала себя чувствовать лучше, хотя, не знаю, не хочу жаловаться. Я всегда прекрасно себя чувствовала. Как кишечник нормальненько работает? Все в порядке. Единственное, что вот после родов хочется всегда выглядеть хорошо. Поэтому, наверное, вот, ну, мало того, что я мясо перестала есть, я стала еще как-то вот стараться, ну, не то, что вернуться в прежнюю форму, ну, даже, возможно, и улучшить ее. Вот, поэтому, соответственно, я стала задумываться над этим. Ну, там, почаще на весы вставать и на ночь не кушать. То есть вот был такой у меня период. Естественно, там в 20-25 лет, когда там говорят комплименты, как ты прекрасно выглядишь, это воспринимается, ну, как в порядке вещей. Когда это говорят в около 40 лет, это уже, это уже, ну, как бы, да, ну, значит, неплохо. Я, как бы, со своим организмом обходилась, наверное, значит, он мне благодарен и отвечает взаимностью. Отлично. А вот у нас имеется болгарский перец. Как вы к нему относитесь? Если честно, не очень. Не очень, да? А вы знаете вообще, вот откуда болгарский перец взялся? Ну, по названию, скорее всего, из Болгарии. Самое удивительное, что он у нас взялся не из Болгарии, а он пришел из Америки. Кстати, он там растет как сорняк. Вот. Обыкновенный сорняк, который... Который не нужно не культивировать, он сам по себе растет. А у нас вот представляется таким вот ценным продуктом. И ценится он, знаете, за что? За то, что... Не за то, что он там красный, там зеленый или там желтый. Вот. Ценится он за то, что он содержит довольно-таки большое количество жизненно важных биологических элементов. Особенно, знаете, что в нем? Витамина С больше, нежели в лимоне. Это я знаю. Знаете, да? Да. Хорошо. А вот как раз, знаете, вот теперь дальше, для того, чтобы красота тела была, красота волос, красота ногтей, кожи, перец очень большое значение играет. За счет того, что в нем содержится такой микроэлемент, как кремний. 20-е лунные сутки. Энергетика лунных суток активизирует духовные качества человека и зовет его на подвиг. Чтобы чего-то достигнуть в жизни, важно оставить сомнение, принять решение и вложить все силы. И тогда все подвластно человеку. Главное, чтобы по достижению поставленной цели человек не возгордился. Сегодня рекомендуется читать духовные и нравственные книги, в которых описаны деяния святых и брать с них пример. Есть рекомендация в этот день поголодать. Если это трудно, сделайте пищевую разгрузку на кисломолочных продуктах или просто на свежих салатах. А так как сегодня энергетически активен таз и бедра, то выполните упражнения, дающие наростку на них. Приседание либо ходьба на ягодицах. Доброго здоровья и до новых встреч! Продолжение следует...